Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешего. Номер 104. Мы начитываем Новый Завет с толкованием Боженного Фефилакта. Это наш трехтомник вышел, это наше издание, чтобы видно было. Каждая книга 752 страницы. Вот оно как выглядит с закладками. Это очень удивительно, что Господь позволил издать. То есть, впервые за 2000 лет вышел Новый Завет с толкованием, с откровением вместе. С откровением никто никогда не издавал, с толкованием откровения. И кроме того, мы ее иллюстрировали, это тоже никогда не было. То есть, все новое. Вот оно. Лучший иллюстратор Библии Геставдаре. Там 180 с лишним лет назад нарисовал. И мы ее раскрасили в полный лист без обреза. 230 иллюстраций. В первую у нас было 104 иллюстрации изданий. Черно-белую. Конечно, не сравнишь даже с этим. Кроме того, мы выделили места писания. Это толкование Боженного Фефилакта. Вот черным. Жирным, большим. Где говорится о необходимости проповеди и изучения Слова Божия. Видно, как это ожило. И 297 комментариев. То есть, он где говорит об этом. И дальше взято, что сказал Златоуст, Василий Великий и другие святые отцы. Считает Никита Колесников. Титу, вторая глава, седьмой стих. Во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, толкование. Пусть старейшие, старшие женщины получают младших, а ты сам получай юношей. Однако же, общим училищем и образцом добродетели пусть будет твоя светлая жизнь. Как бы, какое первоначальное изображение, поставленное на виду всех, желающих научиться чему-нибудь доброму в ней. Вот приехал священник с ребятишками и смотрят, они играют. Там накинули что-то на себя. Один, я священник буду, вот. А я проповедник. То есть, они в церкви что, видят? И теперь это все стараются разыграть. Это в ребенке закладывается на другом уровне. Он еще не понимает, но он подражает. Так и в царстве зверей. Леса приносят живую курицу. Волк приносит живую овцу. Чтобы они на ощердь не знают. Так делают и львы. И в христианских семьях точно так же. Когда говорят такой-то знатный писатель и поэт. И говорит, какая у них была семейная обстановка. И у них собирались писатели. Беседовали. В детей это все входило. И поэтому они, конечно, намного выше по развитию были, чем те, у которых ничего не было. Далее. В учительстве чистоту. Это выражение зависит от общего. Показывай. Чтобы то, чему ты учишь, не было, говорит, порочно и ложно, но здраво и имело правильный смысл. Степенность. Чтобы учение не имело ничего юношеского и смущающего неразумных. Но чтобы все было благочестно и достойно Бога. Ну, то есть, ты смотри маленько, научайся. Если другого учишь, ты должен знать очень много. Очень. И мирское, и событие, и как это на основании Слова Божия видится. Титу 2.8. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать от нас худого. Посрамлен. У тебя ее стоит там? Нет. Нет, посрамлен. Толкование. То есть как? Да как что? Ну, мы договоримся, чтобы посрамить. В том случае и так. Когда он городит не то, посрамить. Это Бог делает так. Прямое повеление. Толкование. То есть, православное, не содержащее. Так. Ничего укоризненного. Противным называет или дьявола, или всякого, кто ему служит. Титу 2.9. Рабу... Противник одинаковый. Дьявол это сатана. Что? Противник переводится. И тот, кто его слушает, ложь. Тоже напитывается этим. Вот тут прямая связь. Не надо ничего говорить. Или всякого. Или означает второе толкование такое. Кто ему служит. А кто служит? Да никто не согласится. Я ему не служу. Всякая неправда и нет грех. Лошадь дьявола. И даже не зная этого, весь мир погружен в служение дьяволу. Титу 2.9. Рабов увещевать, повиноваться своим господам. Угождать им во всем, не прикословить. Толкование. Посему достоин осуждения тот, кто разлучает жены мужей под предлогом воздержания. И кто отделяет слух от господ под предлогом благочестия. Видите как? Отделяет слух от господ под предлогом благочестия. А раб жениться решил. Без ведомых хозяина, рабовладелец был, не разрешается. Правила Павла. Их выбросили эти правила из книги правил. Дальше. Тот, кто разлучает жены мужей под предлогом воздержания. Кто? В монастырь. Она от него убежала. Он ее ищет. Мы это зачитывали, все такое. То есть, это все было. Это в житиях написано. Сколько страданий было. И притом, вопреки Слову Божию. И Гангский собор, наконец-то, начинает под Танапиму, под проклятие все это. Государство полностью начало разваливаться. В монастыре были по 50 тысяч человек. Даже вообразить невозможно. Как так? Ну, у Пахоми 11 тысяч мужиков в одном месте. Вообще государство никакого не стало. А потому что спасение в монашестве. А как раз все наоборот. А кто это сделал? Решай. Господь говорит, идите по всему миру. Нет, мы построим мандру, то есть стена. И поставим архимандрита над этим. Тут даже толковать вообще ничего не надо. Только посмотри на Библию, посмотри, народ ничего не знает как. И сумели это сделать? Сумели. И, наконец, говорят, кто оставляет жену или жена мужа под видом благосчестия, идти в монастырь под клятвою. То есть проклятая. Под клятвою. Кто оставляет детей там и уходит в монастырь, а было? Полно. Под клятвою. Кто оставляет родителей и уходит, не докормил, не допомил? Под клятвою. То есть это уже соборы поняли, дальше идти нельзя. Сами создали монастырскую эту мифологию и теперь начали крушить ее под корень. А эти-то, когда все проклятие-то сунули, возраст надо. Семилетних стали постригать. Монашество. Тебе нравится здесь, девочка? Нравится? Ну, что не нравится? Один раз пришла, конфетку дали. А это вся жизнь. С ней на свидание нельзя было приходить. Пришли, она тут же, как говорят, сблатовала свою сестру и эта пошла туда. И родители остались ничем, никого нигде нету. Это все в житиях святых написано. Я их насчитывал, симфонию составлял. От Бога ли это? Куда ни посмотри, везде одна ложь. По всему миру рыскали, искали благодетели. Интересно, пахнуть и нашел. Человек отдал имение, он умер. Находит другого купца, уговорил его, пришел в монастырь. Имение подписал и тут же умер. Ну, один раз, два раза, ну, по неволе начинаешь что-то уже и думать. Да как так? Подписал только. В монастыре ты и не жил нисколько, умер. И это все так Богу угодно. Богу разве это угодно? Да нигде этого не было, что положили имение и сразу умер-то. И вот это, когда все знаешь, тогда ты ориентир держит. Так говорит Господь. Вот эти слова, если будешь знать, все остальное отойдет. Далее. Ибо дает много поводов к нареканию всем и открывает устав всех против веры. Всех, все стали тогда, просто приходили и понимали, что. И что в монастырях? У монастыря закон был, чтобы росло три пальмы перед воротами. А для чего? На одной плеть висеть, на второй, третий, три плети. А что это плеть? Я не знаю. Казацкая, у казаков нагайка есть, понятно. Что там у них за плеть была? Ну, видимо, не хвост овечей. Первое для кого? Для монахов, которые сбежали из монастыря и поймали их. Теперь их терзают и мучают. Второе. Для обыкновенных. Третье. Для тех, кто приходит на поклонение молитвы и что-то сделает не так. Порвать. Вот и все уговор. Три плети, три пальмы. Ну, где это в Евангелии-то есть? Ну, откуда это взято-то? Ну, неужели это непонятно, что это будущий коммунистический режим, ГУЛАГ, Освенцим? Нельзя посылку получить, ни с кем разговаривать нельзя. Это уставы монастырские. Я спрашиваю, ты монастырские уставы знаешь, нет? Устав Венедикта, Василия Великого, Соловецкий, ни одного не знает. А что ж споришь-то, да? Сказали ребенка в огонь бросить, берет его и в печь толкает. Сказал ребенка бросить мельку. Схватил, побежал и бросил. Но они там, монахи добрые, за пруду заранее сделали, ребенка выловили, откачали. Да не верю я в это. Чтобы он плыл по дну реки, его тащил, а его поймали там через час, и он был живой. Это все описано. Я говорю, ты хоть раз-то прочитай житие святых-то, маленько, и тогда ты поймешь, куда руку поднимать, за что голосовать-то. Оно и сегодня ничем не лучше. Об этом Андрей Кураев говорит. Тебе надо монашество, а там подают ножницы. Он сам должен подвезти, ползет на животе и подает епископу или архимандриту. Постриги меня, архиерей берет, бросает ножницы, а они на кафельном полу далеко катятся. Народ стоит, он ползет за ними. Ножницы взял опять. То есть я так сильно хочу монашества. Владыка, постриги. Андрей говорит, все отнято, ничего нет. Прав нету. Ты ни одного рубля не имеешь. Ты должен отдать все. Ни стяжательность, ни семейное, это главное качество. И полное послушание. А ты мне не угодил. Я тебя вышвырну, и у тебя ничего нету. И ты, самое главное, не имеешь права жаловаться. Ты бомжом сдохнешь под забором. Неси ножницы, я тебя постригу. Чего попятился-то? Ты сначала узнай, куда. Ой, там пахнет что-то шашлык. Пошел, а там осла клемят. Товро ставят. Ну, подставляй зад. Поставят. Ты маленько-то гляди, куда голову-то затолкал. Итак. Читу 2.10. Не красть, но оказывать всю добрую верность. Дабы они во всем были украшением мучений Спасителя нашего Бога. Вот как. Плакова, не видишь, что требует от рабов? То, что больше всего успокаивает Господ. Именно, чтобы не прикословили, не крали, но были верны. Для мирских людей это больше всего желательно. Не крали. А тут все обкрадывают. Имение, все, что есть. А кто там, дети остались, не имеет значения. Для мирских людей это больше всего желательно. Если рабы таковы, они служат во славу христианства. Не таковые были. Поднялась революция. И пошли туда кто? Православные. Православные революции делали. Не китайцы. Те только помогали. Ибо когда язычник увидит своего раба, так воспитанного христианством, разве он не будет удивляться учению, которое имело такую силу, что улучшило и такую душу? Какие были жены, они все непослушные. А учитель, который учил Иоанна Златоуста в университете Ливане, только одно сказал, какие жены у этих христиан. Какие? Это все понимали, что над ней работали. Она молча, как мать Моника Вавгустина. И муж обратился, и сына нашла. А насколько всегда дерзок и упрям этот арабский род, но от того, что пренебрегаемый господами худо воспитывается и не руководствуется наставлениями и обращением с честными людьми. Посему Павел справедливо говорил в другом месте, служа как Господу, а не человеком. Хотя ты служишь своему господину, однако честь относится к Богу, потому что и расположение господина имеет начало в том страхе. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Так как апостол много великого потребовал от рабов, разумея именно то, чтобы они украшали учение Господа своей добродетельной жизнью, то теперь показывает, почему справедливо он требует от них таких высоких качеств. Ибо для них также явилась благодать, хотя они рабы, для всех человеков. И им даровал Господь очищение многих грехов, и они должны жить прощее время во славу своего благодетеля. Титул 2.12 Научающие нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. Толкование. Ну как жили? Давай по порядку. А в первую очередь, научает нас, как? Отвергнув нечестие. Ты разбери сначала, что такое нечестие. То есть против совести, против чести, против всего. Мирские похоти. Голова-то набита чем? Мирскими. Кто что придумает, скажет анекдот, все себе в копилку. Целомудренно. Ну где оно целомудренно-то? Его во сне не видали. Праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Если ты христианин, ты вот это заучи, тебе уже не надо будет ничего больше искать. Не надо. По чужим столам, наполненным блевотиной, шариться. И здесь пристыжает их. Имея, говорит, учителям Бога, разве вы не должны жить достойно Его? Благодать эта, говорит, простирается не на отпущение только прежних грехов, но обеспечивает нас и на будущее время. Научаясь, чтобы мы жили, прощее время целомудренно, так как прежде совершенно отказались от нечестия и мирских похотей. Выражением «отвергнув» он означает полное отвращение, проистекающее от настроения всей души. Нечестью называют идолопоклонство и извращенные догматы. Мирскими похотями – корыстолюбие, роскошь и прочие пороки, которые не приводят к небу, но полезны в этом мире и вместе с ним прекращаются. Посему Христос пришел для того, чтобы мы отказались от нечестивых учений и грешной жизни, с одинаковой силой возненавидев то и другое. Целомудренно означает не только воздержание от блуда, но и от прочих страстей. И если ты любостяжателем, то и не целомудрен. Напротив, еще более не воздержан, поскольку страсть – это неприродная. Вообще побеждаемый всеми страстями не целомудрен. Этот век предоставляет борьбу, а будущее – воздаяние. Титул 2.13 Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Толкование. Вот и награда, второе пришествие, поистине блаженное. Прекрасно сказал славы. О двух явлениях он говорит. Первое, как и выше сказано, имело благодать и прощение, которое совершилось с милосердием и простотой. Второе – воздаяние, имеющее открыться со славой, как и в Евангелии говорится, когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей. Матфея 25.31 Где те, которые унижают Сына и не хотят называть Его Богом? Пусть они выслушают, что Он и Бог, и Велик. Велик сказано, как Бог. Не по сравнению с другим, чем-то малым, а безусловно так, как Велик сам по себе и по природе. Если Он спас нас, когда мы были врагами, то чего Он не даст тогда, когда найдет нас благоугождающими Ему? Титул 2.14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Толкование. И это – знак Его могущества, что Он дал Себя, и не так, чтобы от одного беззакония избавить, а от другого нет, но от всякого беззакония. Почтим же свое избавление – очистить купелью божественного крещения и исполнением его божественных и очистительных заповедей. Особенный, то есть свой – это выражение метафорически взято от слуг, вращающихся около имущества, и достояния Господина своего, подобно тому, как называют человека избранного, выделенного, не имеющего ничего общего с прочими людьми. То есть народ с жаром стремящийся к добродетели и показывающий ревность ко всем добрым делам и пламенное подражание. Избавление – это дело его одного. Быть же ревнителями в делах – так же и наше. Титул 2.15. Сие говори, увещавай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Толкование. Никак. Обличай. А сегодня никак нельзя сказать, что ты осуждаешь. Слово обличения исчезло. И когда говорят, не суди никого, смысл только один. Попы, это не трожьте нас. Вот больше ничего я в этом не нахожу. А друг друга-то сгрызают, они на это не глядят. Толкование. Сперва говори и увещавай, то есть учи более кротко речи, а потом обличай. И не просто, но со всякой властью. То есть настоятельно и властно. Так как они были грубые, то он предлагает против них строгость. Есть пороки, которые не нуждаются в строгости, а только в увещании и убеждении. Как, например, чтобы совершенно презирали деньги. Но есть и такие, которые нуждаются в строгости, как предлюбодеяние, воровство, хищничество, волшебство. Пусть никто не презирает тебя, благовременно и строго обличающего. Ибо кто строго обличает, но не своевременно, того более презирает. Это не своевременно. Что-то какое-то малость где-то зашел. Я говорю, зачем ты сейчас говорил? Ну вот оно. Ну простоял бы, тебя нет. Вообрази, тебя здесь нет. И обошлось бы. Обошлось. В разговор ведут священники. Встрял в разговор. А дальше не знаешь, что сказать. Выскочил. Когда у нас пришли тут два благочинных были, архиерей послал к нам сюда, в нашу трапезную, чтобы кого-то избрать, жертвой бросить перед губернатором. И сошлись во мнении, что никто губернатору не подаст это послание местной епархии, как только Игнатий Лапкин. И в это время одна из наших сестер говорит, она слушала, сидела, и говорит, ну, писание вот так написано. Как он заиграл один. Отец Михаил Погиблов. Фамилия какая Погиблов. Это прямо говорящая фамилия-то, вот посмотришь. Недотёпин. Откуда это взято всё? Пойлов. Пойла коровам дают. Священнические фамилии бывают. Как он заиграл на неё. Да ты кто такая? Я академию кончил. А ты меня учишь. Благочинный. Ну, простое слово сказалось. Да я ничего не сказал. Я немедленно говорю. Лена, выйди скорее в другую комнату. Выйди. Он прямо разошёлся. До этого он взял книгу. У меня такие книги. Надо. Тут сразу всё бросил. Ах, вы такие. То есть пришёл ко мне с просьбой меня выщевать. Забыл всё, зачем приехал. Их не притрожь. Они беспокаянные совершенно. Она ничего не сказала. Он говорит и не по Писанию. И она, ну, виновата, женщина. И говорит, ну, в Писании вот как написано. Чё она сказала-то? Он говорит, даже слушать не стал. Я уже, да ладно, виновата. Отец Михаил, прости ты её. Разговор-то дальше надо вести. Никаких он в неё вцепился. Ах, вот вы какие. Вот вас как Игнатий научил. То есть у неё внутри это кипело. Через это... Да я не учил её так. Я говорю, женщины молчать должны. Я говорю, называя фамилии, всё. И как будто этого никто не видит. И что с ним? А ничего. Куда-то в Санкт-Петербург уехал. Нету. А второй сидел, который помер. Не знаю, сорок-то лет жил или нет. Почему-то Бог их вырубает очень быстро. И Писко помер сорок один год. В Новосибирске тоже там серьги сорок один год. Ненормальный образ жизни. Животы тянут вниз. Вперёд. Титул 3.1 Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Толкование. Везде апостол желает, чтобы верующие повиновались властям. И показывает, каким образом повиноваться. Именно, если будут готовы ко всякому доброму делу. Отсюда ясно, что кто готов на зло, тот не повинуется властям. Или пусть будут готовы, чтобы склоняться к доброму, а не к не с честью. Или к чему-нибудь другому. Вредному для души. Напал на меня один в интернете. А почему вы Путина не обличаете, президента Российской Федерации? А в чём обличать? Ну вот, то награбили они народ, то другое. Всё, жидам отдали. Я говорю, ты хоть раз писал ему? Нет. А я писал... Сейчас Путину пиши, тебе ничего не будет. Я писал генеральным секретарям партии. Брежнев, Андропов, Черненко, ВОН. Я уже отписал своё. Меня вызывали, трепали, сажали. Ты видел это, нет? Ну, возьми, да и напиши. Чего ты на меня-то садишься-то? Маленько, пойдя опять. Ну, почему вы не обличаете его? Возьми, да и обличи. У тебя же интернет есть, письма. Письма продают в почтовом отделении. Нет. Просто никогда не пойдёт на это. Ты знаешь, если вышел, на тропу войны вышел. Меня вызывали первые секретари горкомов, там, партии здесь беседовали. В КГБ они прерывно трепали. Это вы написали письмо? Обратный адрес всегда. Всё, что было написано. Даже Дзержинский, и тот говорил, видя в патриархе Тихоне, настоящего врага. Ни одной, говорит, записки не послал, чтобы не подписался. А сегодня ники, аватары, жульё. И такие слова гонят, говорят. Это просто мусор, как прах, возметаемый ветром. Вперёд. Титу-3-2. Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Толкование. Хотя и худо, кто поступает, не злословь, то есть не укоряй. Устав наши должны быть чисты от укоризны. Справедливо или ложно, не нам судить. Смотри на то, какая опасность может быть и к иудеям, и к эленам, и к причиняющим вред, и к несправедливым. Титу-3-3. Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие. Были рабы похоти и различных удовольствий. Жили в злобе и зависти. Были гнусны. Ненавидели друг друга. То есть вот это относится к тому состоянию, когда ты был неверующий. Какие? Рабы похоти, различных удовольствий, в злобе, в зависти, гнусны, ненавидели друг друга. И переходит все это в христианство. Почему? Потому что обращения нету, возрождения нету, допуска Христу нету, все завалено. Освободись от этого, и новая жизнь начнется. А я принял крещение, говорю, тебе лоб помочили, крещения-то не было. Из такой злобы бросается везде. Ну, написано. А что написано? Мало еще написать. Бумага все терпит. Да это же Библия. В Библии носитесь, как сектанты из Библии. Вот и все. У нас батюшка есть. Батюшка есть. А батюшка тебе вот эти места не считал, как надо обращаться с властями? А вы всем угождайте. Так написано. Угождайте. Толкование посланий к Орифинам устрашает будущим, чтобы не осуждали, говоря, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10.12 Здесь же вразумляет прошедшим, говоря, не будем укорять других, так как и сами мы некогда более грешили. Что говорил разбойник другому разбойнику? И мы осуждены на то же. Сравните Лука 32.40. Когда же мы были несмысленны до Христа? Разве не бессмысленно было служить таким богам? А приносить людей в жертву? Разве это не величайшее заблуждение? Но мы служили еще различным страстям и удовольствиям. Здесь разумел мужеложество, брак с матерью или сестрой, и прочее бесстыдство. Ибо различно забавляется нами дьявол. Дьявол забавляется. Понятно? Ты нигде не встретишь такое выражение. Я вот встречаю, когда удивляюсь, какой красочный язык был. Забавляется. Он в подстунук какой-то, а сам в сторону. Демон говорит, дал моду, а сам в воду. И нигде его нет. И теперь раскручивает и нэ-нэ непрерывно паспорт, какого цвета. И там что-то крутится. Если так рассматривать, то шестерки, видно, на шестерках помешались. Почему? Потому что, главное, не занято. Не занятый находит и берет 7 злейших и идет туда. И бывает для первого хуже первого. А в другом месте написано, лучше бы им не познать путь истины, ежели познавшего возвратиться туда, на прежнюю блевотину, как пес, как вымытая селинья в грязи опять идет, валяется. Но это же все написано. Считай послание к евреям. Это все было когда-то. Все, жили в зависти, в злобе, все отошло. Это не наше. Жили в злобе и зависти, то есть всегда проводя время в злопамятстве и зависти. И живя такой жизнью, поэтому мы и были достойны ненависти, так как ненавидели друг друга. Справедливо, от зависти происходит и ненависть. Титут 3.4 «Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога?» Толкование. То есть, когда воплотился единородный и стал нам подобным. Титут 3.5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения и обновления святым духом». Толкование. «Он спас не по делам, которые мы сделали, иначе сказать, мы и дел достойных оправдания не сделали, и не спаслись ими, а все сделало благодать его». Титут 3.6 «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего». Толкование. «Овы, мы так были погружены во зле, что и могли уже очиститься, но имели нужду в возрождении, ибо это означает возрождение и обновление. Второе рождение и новое образование. Как под совершенно ветхий дом мы не подставляем подпор, но разрушив до основания, строим его вновь. Так и Бог не поправил нас, а воссоздал сполна». И вдруг выходит статья большая, церковных разных ведомостей, говорит патриарх Алексей II Ридигер. «Наша задача – реставрировать человека». Кого реставрировать, когда сын мой был мертв и ожил? Реставрировать? Где он слово это выкопал? Патриарх и все это распечатали. Почему? Да облаков превознесли. Да это не глупость, это богохульство. Тогда Христос и недоступим начнем. Реставрировать умеете? Реставрировать можно мертвеца. Накачать что-то, улыбку создать у мертвого трупа. В Америке так хоронят. Богатый, откупил землю, может прямо в автомобиле похоронить. Ну, миллионы требуются, как за полет в космос. Каким образом? Святым Духом. Чтобы ты не доискивался, каким это образом? Он говорит, Дух все исправил. Откуда это видно? Не только воссоздал через Него, но и щедро наградил им, чтобы и это было видно через Него. И справедливо. После того, как очистил. Он обильно исполнил нас и Духом. Это и означает, и злил. Ибо в нечистых не входит чистое. А это совершилось через Иисуса. Он посредник и податель всех благ. Ибо в нечистых не... Как? Да я хочу, чтобы было. Не будет, пока от старого не освободишься. В нечистых не входит чистое. Какие бы доводы ни говорил, ничего не принимает. Он на том и остался. Я говорю, да ты это... Чем у тебя отличается тогда? Ложь не можешь от истины определить. Ну, где ты видел то, чтобы погружение приравнилось к краплению? И притом ни одному священнику, наверное, 90%. Ну, меня же крапили. Как вышел священник? Одевшие стоят в зимнем одеянии. Вышел, покрапил крещеных. Да где ты видел это? А у католиков так крестят. Может быть и так. В армян руки просто опустил, вот так ладошки в чашку. Все это крещение считается. А зачем тогда Ярдан? Зачем князь Владимир крестил, где крещатик? Там река, Днепр. Зачем? Филипп и Евнух оба сошли в воду. Я знаю. Дальше. Каким образом? Святым Духом. Чтобы ты не доискивался, каким это образом. Он говорит, Дух все исправил. Откуда это видно? Не только воссоздал через Него, но и щедро наградил им, чтобы и это было видно через Него. И справедливо. После того, как очистил, Он обильно исполнил нас Духом. Это и означает излил. Ибо в нечистых не входит чистое. А это совершилось через Иисуса. Он посредник и податель всех благ. Комментарий Игнатия Лапкина. Священное Писание говорит о том, что в лице согрешившего Адама все человечество мертво. И если при творении человека душа его по своей природе была христианкой, то у современного человека она язычница, умершая во грехах и дурных наклонностях. И Сын Божий, придя на землю, искупил нас и от смерти, и от ада. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Грубейшая и смертельная ошибка, которую совершают почти все священнослужители православной церкви, состоит в том, что они пытаются, кавычках, ремонтировать этого мертвеца, поправляя его через частую исповедь и причащение. Они учат, что человек согрешил, он окаянный грешник. Как свинья лежит в колу, так и я служу греху. Это прямо написано в покаянном каноне. А священники, как духовные врачи, якобы имеют власть лечить эту свинью и делать ее ангелом. Библия же учит, что все мы до встречи со Христом, до личного уверования в Него, до личного принятия Его в свое сердце, как Спасителя, полностью и навсегда погибшие мертвецы. Лука 15, 24. Ибо этот Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, Ефесянам 2, 1, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2, 5, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Поэтому главная, центральная проповедь у священников должна быть о рождении свыше, и они должны на каждой проповеди повторять эти слова. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Священники должны полностью переучиться и в служеправославие перейти в истинное христианство. Кавычки открыты. Уста Христовы словом воскрешали мертвых, дочь Иаирову, сына вдовицы, четверодневного Лазаря, которые были мертвы телом. Проповедующий же Слово Божие и учащий покаянию воскрешает души, умершие грехами. Святой Григорий Двоислов рассуждает об этом так. Проповедь Слова Божия действует с большей силой, чем молитва. Ибо большее чудо обратить грешников на путь к покаянию словом учения, чем воскресить мертвого. При воскрешении мертвеца восстает плоть, которая снова умирает, а в воскресении грешника восстает душа и живет вечно. То есть проповедь выше молитвы. Но проповедь не может быть без молитвы, но это все-таки сравнивает. Если хочешь убедиться на деле, что сказанная истина, смотри, воскресил Бог Лазаря телесно. А что творил Лазарь по воскресении своем? Писание об этом умолчало. Воскресил Бог душу в Павле. И что сотворила душа Павла? Своим учением он пробудил многие силы. Святитель Дмитрий Ростовский. Все. Прошвыркаем.